Привет, ктаны, с вами Некотш. Третий этап театра грибомеханикусов, ладно. Так, давайте посмотрим об уровне. Для начала у нас появилось два новых гриба, Крио и Дендра. Крио грибочек защитный, имеет большой ауе урон по площади. Большой. Дендра грибочек атакует Дендра атакой по конкретной цели. Из механикусов у нас пиро ауе вокруг себя, гидро щитки на союзников и просто парочка обычных башенок. Так, давайте начинаем собирать грибы. Ну, во-первых, возьмем на всякий случай целителя, как всегда. Дальше возьмем нового Крио грибочек. Возьмем Дендра грибочек, чтобы атаковать по гидробашенкам. И им в команду давайте еще возьмем... Чтобы Дендра... Не знаю, не знаю даже. Давайте Электро возьмем. Начнем испытания. Так, грибочек отправляем на центральную башню первой. А Крио давайте уберем, пускай какую-нибудь другую башню бьет. Я все еще не нашел... Ну, не замерял, получает ли бонусный урон механикусы от противоположного стихии. Но, по крайней мере, у нас появляются реакции от атаки нашей мегрибан. То есть, гидро атакует... Дендра атакует... Появляется у нас перчик. Если по этому перчику еще атакует Электро, то получается бонусный урон. Не забываем собирать листочки, если у нас энергии не хватает. А если у нас перебор, то можно просто ее спустить, чтобы не мешалось. Главное... Сейчас смотрите за грибами. У нас Крио гриб особо с Дендра не дружит. А вот Электро же и с Гидро, и с Дендра хорошо взаимодействует. Поэтому Крио у нас может спокойно лупить отдельные башенки. А этими же этой троицы будем бить по одной башне вместе. Чтобы было больше бонусного урона. Так, возьмем Дендра грибочек, атакуем эту башенку. Потому что Дендра гриб наносит довольно-таки много урона, но при этом только по одной цели. Так, берем наш Крио гриб и поставим его в центр. И в центре используем Лунаук. Так, можем еще взять Гидрогрибочек Лунаук использовать. Несмотря на то, что это исцеление, он накладывает Гидро статус на башенке. Опять переключаемся на Крио. И в центре используем Лунаук. Давайте, где у нас Дендра грибочеком? Атакуем щитовик. Чтобы ему довольно много внести. И забираем листочек. Подкопили энергию, опять переключаемся на Крио. Оставляем его между башнями. И атакуем навыком. Дендра грибочеком выбираем в качестве цели тот, который кидает щиты. Не даем нашим грибам это атаковать какие-то левые мишени, чтобы не увеличивать время боя. В принципе, здесь основную роль, конечно же, играет Крио и Дендра грибы. Вот и все. Две минуты и мы закончили. Для того, чтобы пройти этот уровень, такой командой может потребоваться и гораздо меньше времени. Просто я это все делал налегке, как вы заметили. Что ж, удачи вам, катаны. Еще услышимся. Пока.